Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что такое память? Собственно, речь пойдет о памяти, молекулярных механизмах памяти, сетевых механизмах памяти и морфологических, может быть, основах памяти. Ну, прежде всего, о какой памяти? Не о вот такой памяти, которая след остался, и это память. Если вас ударили по голове, у вас здесь осталась вмятина, в каком-то смысле это тоже память. Но об этой памяти мы говорить не будем, а будем говорить об ассоциативной памяти, которая обратима. Вот как бы как определение, что бывает развитийное, вот вас ударили по голове, вмятина, это элемент вашей жизни, он останется с вами на всю жизнь. Это развитийное, назад не пойдет. А вот та память, которую можно обратить, которую можно забыть, можно стереть, это очень важный момент, вот об этой памяти и пойдет речь. Следующее. Интеграл показано, что как бы нейрон, ну или как элемент памяти интегрирует что-то на основании каких-то входов, куда-то дает выхода и прочее. И следующее. Это все родилось в воспаленном воображении людей с физическим и инженерным образованием. На самом деле в нашем головном мозгу или у животных организовано все совершенно не так. Вот здесь вот очень интересный биологический пример, как организовано восприятие запахов в нашей нервной системе. Оказывается, ну возьмем человек, воспринимает всего 400 разных запахов, всего 400. Есть 400 центров, в каждой из которых, вот это один из таких центров изображен, сходятся волокна от первичных сенсорных нейронов, воспринимающих запах, но они все сходятся в один центр. Ну и правый, и левый есть, конечно. Вот это было абсолютно неожиданное открытие в конце прошлого века, около 2000 года. В 1998 году первые статьи были, и получена Нобелевская премия за это, потому что это оказалось совершенно неубиенным фактом. Именно так организована нервная сеть, что если есть какая-то однотипная информация, пусть там сотни тысяч элементов, они все сходятся в одну точку. Более того, когда умирает какая-то клетка, она обновляется за несколько недель, и новая появляется, новая посылает элемент ровно, то есть посылает свой нейрит, свой отросток ровно в ту же самую точку. Следующий. Вот в упрощенном виде, хотя на самом деле здесь вот этих элементов рецепторных, это до миллиона в нашем альфа-факторном эпителии, всего 400 точек, вот здесь 4 изображены, их 400 у человека, но у животных поменьше, у кого поменьше, у кого побольше. Они все сходятся в несколько точек. То есть организация прохождения информации совершенно не так, как рисуют на схемах, как применяют сегодня для создания нейрокомпьютеров, которые, впрочем, как-то и работают. И вот эти нейросети, это все никакого отношения к биологии не имеет. Это вот как бы твердое утверждение, вызвано тем, что многочисленное обращение, особенно в наш институт, расскажите, как устроен мозг, мы вам заплатим много миллионов долларов, но расскажите нам за неделю, как устроен мозг. Вот мы пытаемся рассказать, но как-то это никого не удовлетворяет. Следующий слайд. Вот одно из представлений, которое уже больше, мне понравился вот этот слайд, потому что нейрон назван одиноким, одиноким нейроном. Он самый одинокий нейрон в этой сети, потому что количество входов на него, ну, самое маленькое, когда они взяли, посчитали, при прохождении, при обработке какой-то информации. Следующий. На самом деле, как бы хотелось рассматривать нейрон, к сожалению, это рисованная картинка, что вот есть один нейрон, у него, как вы знаете, до 10 тысяч входных элементов. Он получает от 10 тысяч других информацию и отдает огромному количеству других элементов. То есть, каждый нейрон, мало того, что он интегрирует всю информацию, но он еще и работает, как какая-то самостоятельная единица. Следующий слайд. Вот представление, как организована колонка коры. Возможно, зрительная здесь. Ну, это принципиальная, так сказать, схема коры. На самом деле, вот здесь мне тоже немножко нравится это представление, это оно никак не отражает того, что происходит на самом деле. Что вот есть пирамиды в таких слоях, в таких, вот у них есть выходы сюда и масса получаемых входов. Вот если бы здесь нарисовать всего вот эти вот действительно три нейрона, нарисовать все их входы и выходы, то картинка была бы такой сложности, что ее невозможно было бы воспринять человеческому мозгу. Следующий слайд. Вот здесь очень красиво показано, каждая белая точечка, это далеко не все входные синапсы данного нейрона. Они помечены красителем, он беленьким цветом, вот каждая белая точечка, это синапс вот такого типа шипки, которая как бы интегрирует, как бы получает информацию. Попробуем спуститься до этого уровня. Потому что основное представление на сегодняшний день, и вот я попытаюсь его оспорить, что кодирование информации в такой сети, где есть связи, много нейронов и много связей, происходит на уровне вот этих синаптических контактов. Сейчас синаптические контакты рисуют как довольно сложные, не просто про и постсинапс, а еще и глии обязательно, всевозможные воздействия и прочее. И здесь показан примерно 1% от тех знаний о молекулярных механизмах работы синапса, которые есть на сегодняшний день. На самом деле тут больше 200 биохимических систем, все из которых участвуют в формировании памяти, в формировании пластических изменений в синапсах. В каком смысле они участвуют? Ну, если нарушить мембрану, то терминаль разрушится, памяти не будет. Вот, собственно, так в течение 50 лет исследовали участие синапсов, нарушали систему. Ну, систему выброса медиатора нарушили, память исчезла. А проверяйте обычно на поведенческом уровне. Нарушили актиновые, нарушили любой рецептор, вы возьмите, нарушите его функцию, память исчезает. Потому что нарушается целостность, нарушается возможность выработки пластических изменений. Но, тем не менее, на сегодняшний день изучен вот этот механизм работы синапса, его управления, его пластические свойства на очень-очень хорошем уровне. И делается очень много попыток создать какие-то уже искусственные системы на основе изменения эффективности связей внутри системы. Я лично считаю, что это совершенно неправильно. Несмотря на то, что вот... Похоже, что у него разряжается, но неважно. Есть, например, очень простые, очень красивые эксперименты. Я вам расскажу о максимально простых экспериментах, которые вот один из примеров. Такое, что вот в пробирке выращивают три нейрона. Вот первичный сенсорный нейрон, у него два отростка, тут два моторных нейрона. Они образуют синапсы. И если ограничить чисто пространство и капать, там, предположим, сертонин именно сюда, то сертонин, как известный гормон, медиатор, вызывает изменения долговременно только в этой части системы. А в этой не вызывает. Эти эксперименты сделаны в лаборатории Нобелевского лауреата. И как бы они говорят о том, что возможны локальные изменения. Они говорят в пользу того, что синаптические контакты являются основой пластичности. И вот на этом, как бы на сегодняшний день большинство ученых, так, 80% где-то остановилось. Следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Однако, существует целый ряд данных, я попробую о них рассказать, которые показывают, что на самом деле все обстоит совершенно не так. Ну, например, сейчас есть техническая возможность проследить того, как формируется, как долговременно изменяются синаптические контакты. Вот воздействуют прямо на уровне морфологии шипиков, на уровне морфологии вот этих вот элементов связи между нервными клетками. Оказалось, что если менять один, как бы в идеале один, на самом деле меняются все соседи. Причем соседи меняются совершенно не так, как ожидалось. Меняется не один элемент, а меняется несколько, кооперативно. Не совсем понятно, почему. То ли это пространство, то ли это внутриклеточная среда и диффузия, чисто диффузия тех молекул, которые образуются. Но дело даже не в том, что кооперативно увеличивается, предположим, вот размер коррелирует с проводимостью, увеличивается кооперативно проводимость нескольких синаптических элементов. А дело в том, что соседние, могут быть прямо соседние элементы, уменьшают свою эффективность. Зачем это делается? Я расскажу один эксперимент, я вот никак не могу найти эту статью в 80-х годах, не было тогда интернета, в которой тоже прямо в пробирочке, в чашке Петри выращивали два нейрона. Они проросли друг к другу. Сначала пророс один синапс, померили эффективность, 6 милливольт, замечательно, все хорошо, все красиво. Пророс от этого же нейрона второй синапс, теперь их два стало. стимулирует, один нейрон регистрирует во втором, амплитуда оказалась та же самая, когда 2 синапс, 6 милливольт, но каждый из них теперь не 6 милливольт, а по 3. Пророс третий, и у каждого оказалась амплитуда по 2 милливольт, а всего 6. То есть нейроны каким-то способом контролируют свой входной потенциал, и это логично. Почему? Потому что у нейронов позвоночных 10 тысяч синапсов, в среднем, 2, 3, 4 милливольта каждый, умножьте на 10 тысяч 2 милливольт, вы получите такой величины разряд, который убьет нейрон. Понимаете, это невозможно, нейрон обязан контролировать величину, так сказать, своих ходов, иначе он просто не выживет. Тут нет просто таких вариантов. Еще один эксперимент, который как бы льет воду на ту мельницу, которую я пытаюсь построить. Крайне интересный эксперимент, тоже в чашке Петре, тоже два нейрона образуют синаптические контакты. Образовали они, они постепенно образуют, в течение недели, это все очень длительные опыты, около 30 контактов. Это нейроны беспозвоночных, они замечательно растут в чашках Петре, и каждый контакт можно пометить генетически. Вот они взяли и пометили одни контакты синеньким, другими зелененьким. Нет, сначала все контакты пометили зелененьким. После этого есть совершенно отработанная процедура изменения эффективности этих контактов. Аналог обучения, инвитровский аналог обучения. Капает пять раз серотонин, это многочасовая процедура, и тестируя на следующий день, видят, что амплитуда связи между этими двумя всего два нейрона в два раза увеличилась. Это как бы потенциация, долговременная потенциация, аналог обучения, аналог памяти. Оказалось, что и количество синапсов тоже увеличилось вдвое. Их стало не 30, но около 60. Это много экспериментов, средние вычисленные и прочее. Но дело в том, что в этих экспериментах авторам удалось пометить те синапсы, которые добавились. Они другим цветом пометили, синенькие, а не зелененькие. после этого они провели процедуру депотенциации. Это довольно известно, как это делать. Тоже это многочасовой эксперимент. И через день померили, вот амплитуда упала назад и количество синапсов тоже упало назад к той же цифре, около 30 опять. Вопрос, какие синапсы исчезли? Ведь они же были помечены, те, что были заранее или те, что образовались в результате обучения. Ну собственно авторы пытались доказать, что должны уйти при депотенциации именно те синапсы, которые были добавочные. Это абсолютно логично. Они новые, те существовали много дней, это новое в результате потенциации, в результате обучения. Мы раз обучили этот препарат, они должны исчезнуть. Результат был совершенно не такой. Следующий слайд, пожалуйста. Не буду объяснять эти детали, но смысл в том, что для этих двух нейронов оказалось, что какие синапсы исчезнут, не важно. Важно, чтобы был суммарный потенциал, он как бы уменьшился. То есть эффективность связи должна быть тоже самая. А какие из этих синапсов абсолютно не важно. Это был очень странный результат. 2014-2015-2016 год. Много раз повторили эту серию, но всегда получалось, что для этих нейронов абсолютно не важно, новый синапс или старый. тут вспомнили и можно вспомнить очень многих экспериментов, когда у позвоночных непосредственно в свободном поведении можно в одной точке головного мозга померить количество шипиков и вырабатывать какую-нибудь пластичность, которая связана именно с тем, что изменяется активность, эффективность связи именно в этом участке мозга, где меряются. Это довольно сложно, но это было сделано. и показалось, что во время обучения и несколько часов после количество этих шипиков увеличивается. Но если подождать день-два, животное все замечательно помнит, а количество возвращается к средней гомеостатической какой-то норме. То есть мозг опять готов к обучению, но где-то у него, где-то ведь память-то осталась, потому что чисто поведенческие животные замечательно помнят. Но на позвоночных сказали, ну, значит, это просто не в этом месте. Вот в этих экспериментах, следующий слайд, пожалуйста, на простых животных совершенно невозможно это сказать, потому что каждый синапс был помечен. В этом прелесть таких экспериментов. Но вот эти эксперименты для меня, например, были таким каким-то звоночком. Звоночком в том смысле, что не в синапсах дела. управление при формировании памяти идет откуда-то в другом месте. Все процессы происходят где-то в других местах. Следующий слайд. Это просто. И вот тут давно существующая эпигенетика. С 40-го годов прошлого века существует понятие эпигенетика. И она прекрасно разработана. В основном теми, кто занимается биологией развития. Потому что эпигенетика определяет судьбу каждой клетки. Вот собственно кем станет данная клетка избалстациста? Кем она станет? Клеткой мозга, клеткой кожи. Ведь совершенно разный набор генов. Так вот контролируют работу какие гены в данной клетке будут экспрессироваться именно эпигенетические факторы. Ведь геном и клетки кожи и клетки мозга одинаков. Так? У каждого животного. Вот он разный у разных животных. А так одинаков. Но кто-то работает как нервная клетка, а кто-то работает как клетка кожи. Идея, которая и данные, которые стали появляться в следующем слайде, пожалуйста, сравнительно недавно указывали на то, что при формировании памяти, при обучении роль эпигенетических регуляторов, эпигенетических факторов, которые очень хорошо известны из развития, она очень большая. Тем не менее, большинство ученых считало, что эпигенетикой и вот те, кто занимается обучением и памятью, эпигенетикой нам заниматься не надо, потому что там нет специфики. Все эпигенетические факторы, они как бы, ну не специфично, вот они изменили там общий уровень метилирования ДНК или изменили упаковку хроматина, то есть изменили возможность экспрессии генов в данной клетке. Тем не менее, накопилось очень много чисто феноменологических данных о том, что применяют даже самые простые и хорошо известные в медицине эпигенетические регуляторы, можно не просто изменить следующий слайд, но и стереть память. Вот применяя ингибиторы гистон-дэцетилаз, то есть изменяя упакованность хроматина и соответственно экспрессию генов, можно получить уменьшение, но здесь написано условно ответа, это из Нейча, это из Нейча картинка. Можно получить наоборот активное поддержание, какой-то памяти, усиление памяти или вот даже стирание красненьким цветом. Это просто суммируется не так много, несколько десятков работ всего-то пока, которые показывают, что такое возможно. Что такое эпигенетическая регуляция? Эпигенетическая следующая слайд. по сути дела это довольно, я не буду объяснять все детали, тем более я не специалист молекулярной биологии, но суть в том, что идет какая-то действительно, казалось бы, неспецифическая регуляция работы генов. Но скажите, какая специфика есть, если мы, например, в результате какого-то воздействия выбрасывается серотонин, серотонин выбрасывается практически во все области мозга, но реагирует на него, вот тоже есть такая же неспецифика, как для эпигенетического фактора, но реагирует на него лишь те нейроны, которые имеют рецептор к серотонину, а рецепторов к серотонину 16 типов и в каждом 2, 3, до 4 подтипов. Посчитайте количество вариантов реакции на тот же самый выброшенный серотонин. Казалось бы, он неспецифически выброшен всем, но идет абсолютно специфическая реакция данного индивидуума. Вот похоже, что в геноме, вот в нервной клетке происходит при формировании памяти что-то в этом роде. Идут неспецифические изменения, которые воспринимаются только теми генами, они прям так называются, оказывается, в молекулярной генетике, гены пластичности. У них есть свои, пока неизвестно какие рецепторы, но какие-то возможности отреагируют. А те гены, которые не участвуют в пластичности, хаускипинг гены, которые поддерживают мембраны, базовые какие-то метаболические функции, у них просто нет возможности отреагировать на эти эпигенетические факторы. Вот как бы вот это основной пафос, так сказать, того, что я хотел сегодня рассказать. Следующий слайд. В дополнение к этому эксперимент, который опубликован в мае этого года и который вызвал очень большую реакцию. Эксперимент чрезвычайно простой, напоминает эксперименты 60-х, 70-х годов по переносу памяти. Некоторые эксперименты по переносу памяти были сделаны и в Санкт-Петербурге, в Институте экспериментальной медицины. Эксперименты очень простые. Животные обучают, но не мой. Эксперименты были очень простые. Обучают разные животные, берут из них ну либо спинномозговую жидкость, если позвоночную, если это там животное вроде морских улиток, вот эта морская улитка, просто гемолимфу и переносит не обученную, проверяет. Каждый раз находили какие-то изменения. В тех экспериментах, вот как сегодня выясняется, была сделана одна большая ошибка. Они считали, что память переносится с помощью белковых молекул. и эффекта не получили. Ну, ты имеешь в виду вот этот, забыл фамилию. Да, да. Не знаю, я плохо знаю их работу, я знаю, что делали в Питере, потому что нас приглашали сюда, и мы пытались это же самое сделать на уликах, ничего не получалось. Там речь шла о белковых молекулах. Что сделано в статье, опубликованной в этом году? Они взяли гемолимфу у обученного животного, очистили ее от белковой фракции, ну, собственно, они целились на микро-РНК. У них были известны, есть микро-РНК, они очень маленькие, там, 21-24 всего нуклеотида, которые достаточно устойчивы, и они являются эпигенетическими регуляторами. Они изменяют экспрессию генов довольно направленно, четко и специфически. Перенесли необыченным животным, и они поведенчески оказались такими же. Более того, они сумели изменить работу вот в инвитровской ситуации, где пророщенные клетки добавили туда этот же фактор, и получили изменения в связях синаптических, аналогичные, как при долговременной выработке потенциации, когда вот сертонин льют долго и так далее. Они довольно быстро, через 24 часа получили аналогичные изменения. О чем это говорит, что действительно есть какие-то общие неспецифические регуляторы. как же тогда быть с синапсами, которые специфически меняются, и собственно по сегодняшней основной парадигме, что вот в сети изменились коэффициенты синаптических связей, а теле нейрона, о ядре вообще ни одного слова, ни в одной модели нервной сети, ни в одной модели искусственного интеллекта, или нейрокомпьютера, о самом нейроне, и во входах и выходах речи нет. Просто никто об этом не говорит. Вот эта работа откровенно показывает, что это совершенно не так. Следующий слайд, пожалуйста. Мы в нашей работе на виноградной улитке очень простой эксперимент по обстановочной памяти, классическая обстановочная память. Бьем током только вот в такой обстановке, когда улитка ползает по шару, тестируем возбудимость вот здесь и здесь двух ситуаций, когда она нефиксированная ползет и тут следующий слайд. Получили очень просто. Вот до обучения разница между столбиками была нулевая, они как бы не отличали две обстановки. После обучения черной и какой-то помеченный столбик, как раз говорит о том, что они замечательные, одно и то же животное. Тестировали здесь и тут по очереди много раз статистически с огромной достоверностью они помнят, где их били током. Если потом повлиять эпигенетическим фактором, в данном случае это регулятор метилирования, на следующий день память исчезает полностью. Но ее можно восстановить, потому что есть эпигенетические регуляторы, которые в другую сторону, они наоборот увеличивают экспрессию генов. Вот здесь мы ввели такой эпигенетический регулятор и получили восстановление памяти. не везде одинаково, но мы как раз разбирали в каких условиях. В этом случае разница между черным и этим столбиком говорит о том, что память эту, которая якобы стерта, ее можно восстановить. То есть есть там какие-то молекулярные механизмы, молекулярные следы, которые работают и которые можно восстановить. Более того, оказалось возможным восстановить и после стирания памяти другими способами. Опять же до обучения разницы между столбиками нет, после обучения черный и вот эти столбики очень большая. Затем мы вводим просто белок, небольшой белок восстановления аминокислот, который твердо известен, он связывается с так называемой молекулой памяти. Это одна из протеинки нас, которая обеспечивает доставку рецепторов. То есть это известный молекулярный механизм, как работает синапс. этот белок связывается с этими протеинкиназами и собственно не дает работать правильно синапсу, память исчезает. Этот механизм специфический для памяти, поэтому как бы животное нормально питается, нормально живет, размножаться может и обучаться еще потом может, но памяти этой у него нет. Тем не менее ее можно восстановить эпигенетическим регулятором, как казалось бы полностью стертую память. Вот это немножко загадочно, непонятно, что тут происходит, это как бы еще не опубликованные эксперименты, это дело будущего, но мы считаем, что как раз будущее нейробиологии не в конкретном синапсе, хотя все эти механизмы есть, они работают, они абсолютно необходимы. вот так же как тот пример, который мне очень понравился у Константина Владимировича, что вот есть аминокислоты, а есть белок, который выполняет, предположим, рецепторную функцию, мы говорим уже о рецепторе, забываешь, он состоит из аминокислот, но все аминокислоты есть, каждую из них измените, белок изменится, вот, но в данном случае синапс это как вот эти аминокислоты, а то, что происходит при обучении, нужно рассматривать белок в целостности, то есть в данном случае это каждый нейрон со всеми его входами и выходами, следующий слайд, пожалуйста. И вот некоторая такая, так сказать, что происходит при генетических изменениях, они необратимые, изменяются первичные структуры, при эпигенетических все изменения необратимы, то есть они подпадают как бы под определение, что такое обучение и память, не изменяют первичную структуру ДНК, а дальше вот совокупность этих всех изменений, оно определяет место нейрона в данной сети, в данный момент. Ну и следующий. Вот все, что я хотел сегодня рассказать, благодарю за внимание. Хорошо. Вы начали замечательные схемы сети, которые мы все приняли, я имею в виду, теоретики, которые занимаются нейрозными сетями. Не работают. Юрий Дмитриевич, поближе, вот так. Теперь, какую схему вы можете предложить взамен этой замечательной сети, на которой мы так надеемся, что взамен? Я признаюсь, я пытался найти в интернете представления, которые меня бы удовлетворили. зал прошу тише, я не сумел найти. А что хотелось бы, хотелось бы, предположим, у нас есть тысяча нейронов. На каждый из них, ну хотя бы тысячу входов. И высветить отдельно каждый, как один-два нейрона с тысячи входов. И другие, один-два нейрона с тысячи входов. Что мы при этом увидим? Что одни и те же входы и выходы участвуют совершенно разных, то есть одни и те же синапсы, и это соответствует реальности биологической, они участвуют в абсолютно разных поведенческих актах. То есть я такой схемы не нашел, нарисовать ее там около миллиона контактов я пока не умею. Но в нервной системе происходит все гораздо еще сложнее. Надо 10 тысяч входов и 10 тысяч выходов для каждого нейрона. И этих нейронов 100 миллиардов. Вот это сложность нашего мозга. Но путь понятен. Путь понятен. Надо как бы рисовать все входы, все выходы. Спасибо. Да, пожалуйста. Микрофон. Обильный доклад, впечатляющий. Ну ни слова нет о синапсах электрических. Их что нет? Или вы их игнорируете? О памяти реверберационной. Шпуч одно слово. Как ваше отношение? Синапсы электрические есть, но у позвоночных животных они идут как уже довольно редкий случай, небольшой очень процент. реверберация тоже в принципе возможно, и она есть, и регистрируется, есть волны, волны повторяющиеся, вот, например, энторинальные кара гиппокам, или там таламаскара, все это есть, но это просто излишнее, на мой взгляд, на сегодняшний день усложнение, потому что это еще дополнительные два порядка сложности уже и к тому сложному, что я хотел сегодня рассказать. Сейчас, вот там девушка, да, чтобы микрофон поближе к карту. Или включи. Надеюсь, меня слышно. спросить, на ваш взгляд, где живет память человека? Я просто не с самого начала вас слушаю, возможно, вы уже отвечали на этот вопрос, но меня интересует именно он. Я знаю эту гулу теорию. Да. Человека, она живет, то есть, в левой височной доле, и что множество экспериментов было проведено, что если, к примеру, при каких-то эта часть повреждается, то через какое-то время память вновь восстанавливается, и ученые не могли дать ответ, что, то есть, она восстановилась, да, но куда она переместилась. Вот, если честно, я не могу найти информацию, где же все-таки вот на, по последним данным, да, ученых она живет. память живет не только у ученых, память живет у всех нас, но где она живет, боюсь, что вот так просто сказать нельзя, но, если вы помните, было такое представление, вот, и оно мне все больше нравится, о нейронах моей бабушки, что вот есть нейроны, их оказалось не один, не два, а тысячи, которые вот мгновенно реагируют, когда вы видите вашу бабушку. Безусловно. Так вот, память о вашей бабушке живет во входах и выходах этих нейронов. Вот, первый момент. Вы видите лицо, ну, физиономию кошки, но вы опознаете, что это кошка. Так вот, у вас есть нейроны, которые участвуют в этом опознании. Вот, память живет в входах и выходах этих нейронов. Если их извлечь из мозга, вот их только избирательно, это несколько тысяч нейронов, то вы не сможете опознать, может быть, данную кошку. То есть, ваш ответ, то, что во входах и выходах. Ну, конкретных нейронов еще, да. Потому что все входы, есть принцип Дейла, который никто не отменял. Принцип Дейла таков, что метаболизм нейрона одинаков для всех его частей. Ядро и все отростки, все 10 тысяч синаптических входов. Метаболизм во всех у них формально одинаков. Да, куда-то что-то может не дойти, но продуцируются основные белки все в теле, клетки, они дальше транспортируются диффузионными способами и так далее и тому подобное. Спасибо. Так, да, давайте вы, я, нет, я бы хотел дать тем, кто еще не задал вопрос. Сите, алло, тогда, может быть, у нас формируются какие-то речевые представления, то есть, в ответ на образ чего-то, может быть, формируются не именно синапсы, а вот в этих нейронах эпигенетические факторы определенные активируются, которые нам задают именно построение вот этих синапсов. А потом, при обучении речи на эту нейронную связь образа накладывается еще и что нам говорит, например, мама говорит ребенку, это кошка. И в ответ на вот это вот звуковое кошко активируются эпигенетические факторы в некоторой сети. и когда мы несколько раз, ну вот этот ребенок видит, у него это объединяется в некоторую конструкцию, может быть, что-то. Ну это уже некоторая механистичность. Что такое эпигенетический фактор? Это вот вы позавтракали и у вас есть молекулы, которые просто необходимы для вашего метаболизма. Вы чему-то научились сегодня, что-то новое услышали. Вот эти молекулы, ваш завтрак, он важен для обучения? С одной стороны, да. А с другой стороны, никакого отношения к памяти не имеет. Вот эпигенетические регуляторы, это ваш завтрак. Спасибо. Так, ну хорошо, давайте теперь вы. Да, но в то же время же определенные нейроны на кошку реагируют. Но им же нужен завтрак. Пожалуйста. Вопрос про эпигенетический фактор. Где вот эта вся красота, вот вся сложность организма, в котором он сел, вся сложность механизмов, которые они пооперируют, как она при развитии эмбриона развивается? Почему дети легко учатся? Я повторю вопрос. эпигенетические факторы, где они в развитии, они всегда там, потому что, собственно, само развитие, вообще, каждодневная наша жизнь, она определяется работой эпигенетических факторов, по сути дела. Ну вот, тем более в антогенезе. Ведь судьба каждой клетки, она определяется работой эпигенетических факторов. Они просто что-то метилируют, этот ген перестает навсегда работать. Вы знаете, что в нервной клетке 76% всех генов работает, в клетке кожи 8% всех имеющих человеческих генов работает. И набор разный, набор в каждой клетке организма, и, кстати, в нейронах, в соседних нейронах набор может быть разный, там до 80%, но набор в каждой клетке разный, в этом их уникальность каждой клетки. А определяется это уже, так сказать, ну сначала вот просто метилированием и потом как-то закрываются эти сайты, нельзя их деметилировать. Дальше это уже упаковка хроматина. Какие-то гены открываются, какие-то раскрываются. Вот это и делают эпигенетические факторы, они просто дают возможность, если не придет нужные стимулы, то изменения не произойдет. А нужные стимулы снаружи, это внутрь клетки всегда почти через кальций, очень редко другие случаи. Ну в общем, все известные биохимические системы, они все заканчиваются на эпигенетических факторах, а еще новый уровень сложности, что там еще есть и белковые молекулы, которые тоже взаимодействуют с эпигенетическими факторами и определяют уровень экспрессии генов. Это достаточно, ну по крайней мере для меня новая область и там достаточно мало еще известно, как и что тут определяется. И нет подходов, чтобы увидеть это. Ну, есть, но очень мало. Я в этом году чтобы увидеть вопрос. Почему начали вы сказали, что это в качестве существования и о чем вы учите? О чем вы учите? Да, обонять. Обонять это это что выросла из одной части и совершенно непонятной другой. Обонять Сверху и течь позвоночника не имеют никакого протяжуточного представительства. Брёт над эмодом представительством. Он говорит, что представляет. Залонечки, дурочек, умы. Что касается остатки. Общая организация. Алисан Данилович, вы абсолютно правы. Обонятельная система это совершенно особая статья. Более того. Кошка, которую вы любите. Вот кошка гуляет за облачки. И в чертах не делается, особенно на марке. Ну как? Кошка, да, сама по себе. Дело в том, что есть понятие сенсорной памяти. Вот, например, наша память навсегда. Её почти невозможно стереть. Похоже, что в сенсорной части анализатора нашего, особенно человеческого, есть память, которую можно угасить, можно приглушить, но не стереть. В моторной памяти немножко другие закономерности. Там другие нервные сети как бы участвуют. И похоже даже, что могут быть другие механизмы. Но, опять же, это пока неизвестно. Но вы абсолютно правы, что вот сенсорной памятью те, кто хотят заниматься пластичностью, они стараются не работать. Её невозможно угасить. Она не пластична. Я хочу вас еще раз выбирать более модальную интернет-сенсорную церковь, и те, кто знает, которые определяют поведение всех висцеральных церковь. Не зависит. Здесь у всех основных принципов, о которых говорится, можно ли их использовать для понимания внутренней церкви. Внутренняя интероцепция – это еще более особая статья, чем сенсорная память. Например, при нашей сознательной активности работы мы отключаем вообще её, а во сне она у нас подключается. То есть, похоже, что эта система имеет общий выключатель. Когда нам она не нужна, мы её просто отключаем и не чувствуем. Когда у нас там что-то болит, или мы спим, то мы можем включить её. Есть общие выключатели. По молекулярным механизмам я смотрел статьи. Похоже, что молекулярные механизмы очень сходные. Эпигенетическая регуляция стопроцентно очень похожая. Протенкиназа МЗ работает на периферии, не знаю почему. Это вот загадка, но она есть, экспрессируется и какую-то функцию выполняет. Ну, это вот молекула памяти, то, что называют протенкиназа МЗ. Поэтому где-то сходная есть, но и специическая есть очень большая. Спасибо. Армен Владимирович, я ваш должник, так что ваш последний вопрос. Я просто хотел бы задать вопрос относительно следующего уровня. То есть вы говорите, спасибо. Да. Но, собственно говоря, колоссальное количество... Ну, он так живёт. ...экономеров, которые постоянно интернализуются и экспрессируются на поверхности. И потом, если взять натуральный организм в норме, да, это бесконечное взаимодействие нейронов со строглией, с микроглией. Если бы у вас был бы организм, живой организм, автоматически вот те синапсы, которые не нужны, они бы тут же моментально сковенжировались, да, убирались бы микроглиальными клетками... Мне просто интересно, какова аналогия, ну, достаточно или адекватная модель ваших экспериментов и того, что происходит в реальном мозгу? Пока эксперименты с эпикинтической регуляцией делаются на ин виво, на целом животном. Поэтому это то, что есть в реальном. Вот модельные эксперименты, они, конечно, всегда имеют ограничения. Но их пока с эпикинтической регуляцией на уровне синаптической пластичности, ну, это буквально по пальцам можно пересчитать. То есть, эта область только развивается. Спасибо большое. Спасибо, Павел Насович.